Привет! Это топовый смартфон от Hotway, называется он Hyper 7 Pro. Это мощный смартфон с производительным железом, хорошими камерами, дисплеем, с классным звуком, что немаловажно, и защитой по военным стандартам. Это не все его фишки, так что давайте разберемся, что в нем еще есть интересного. Новинка является развитием анонсированного весной аппарата Hotway Cyber 15, обзор у меня был. Такой же дополнительный экран, те же безумные мегапиксели, но есть и отличия. Hyper 7 Pro имеет аналогичный двойной экран, качественную основную и ночную камеру, защищенный корпус. Но в данной новинке присутствует большой яркий фонарик, да и аккумулятор почти наполовину больше, чем в предыдущей модели. И на борту здесь более современный процессор. Корпус смартфона Hyper 7 Pro в защищенном исполнении. Присутствуют необходимые прорезиненные вставки по углам, экран слегка утоплен в корпус, тыльные камеры также имеют необходимую защиту. Традиционно мы здесь имеем защиту по военным стандартам IP68, IP69K и MIL-STD810H. Как вы понимаете, то воды мы не боимся, если заглушки плотно закрыть и падение с высоты 2 метров телефон переживет без проблем. Футбол играть конечно я бы им не стал, жалко, но выдержит смартфон много чего. На верхней и нижней грани разместились динамики, и это не просто обычный разговорный динамик, увеличивающий громкость. Hyper 7 Pro может стать небольшой портативной колонкой, чтобы слушать музыку или смотреть фильм. Я например, когда ходил в душ, брал с собой колонку, но сейчас мощности смартфона не хватает, чтобы слушать музыку без колонки. Звук здесь реально громкий. На боковых гранях видим установлены кнопки регулировки громкости, включение аппарата, а также есть функциональная кнопка, которую можно настроить. Кроме того, с левой стороны еще и разместился лоток под сим-карты, также защищен от воды. С тыльной стороны корпуса крышка стилизована под кожу. Присутствует большой светодиодный фонарик, а также несколько глазков камер со светодиодной и инфокрасной подсветкой. Рядом с ними можно увидеть небольшой цветной IPS-экран размером 1,45 дюйма, который может показывать различные заставки, предустановленные скины, цифровой компас. Через экран можно активировать музыку на смартфоне, или он может выступать в роли объектива для контроля изображения во время фотографирования. Удобен во время селфи, видеозвонков. Если вы хотите снять видео на заднюю камеру, то он, к сожалению, не будет работать, только фото. Одной из фишек смарта есть кемпинговый мощный фонарик в 280 люмен с разными настройками мощности. Он осветит перед собой пространство на расстоянии нескольких десятков метров. Направленного света нет, а рассеивание идет на 180 градусов. Так, снимаем тест нашего фонарика, фонарик телефона. Это у нас фул мощность, то есть вот, без фонарика, оп, мы его убрали, не видно ничего, кромешная тьма. Вот у нас с фонариком идет освещение. Ну, то есть, нормально. Длина у меня гаража около 6 метров в длину, по ширине что-то там 4 с копейками. Вот. Это у нас полная мощность фонаря. Вот это одна вторая. Оп. Одна вторая и одна четвертая. Оп, одна четвертая. Вот такой у нас кемпинговый фонарик. Ну, слушайте, оно нормально, нормально, честно говоря. Не конкурент обычным фонарям, которые, ну, ручные с батарейками. Но намного мощнее фонаря обычного телефона, намного мощнее. Вот у нас SOS пошел мигать. Это у нас супер, ну, стробоскоп. И еще раз фул подсветка. Смотрите, выключаю фонарик. Включаю обычный фонарик. Ну, обычный, вот он светит. Ну, еле, 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 еле. В жизни, в реале, немножко лучше видно, чем на камере, потому что на камере очень слабо видно. В реале я вижу конец гаража, но, ну, как бы, даже сравнивать не стоит. Обычный фонарик не самый мощный. Ну, вот этот маленький. У меня в телефоне, в моем основном, немножко обычный фонарик будет помощнее. Но вот кемпинговый фонарь, ну, мое почтение, конечно. Совсем другое дело. Так что фонарик вот такой, неплохой, очень даже неплохой фонарик. Железо на борту Hyper 7 Pro достойное. Данную модель можно назвать идеальной в плане производительности, тем более со своим ценником. Ведь в Smart установлен процессор Dimensity 7050 с поддержкой 5G-сетей. Проц изготовлен по 6-нанометровому техпроцессу, имеет 8 ядер. Два ядра высокопроизводительные Cortex-A78 с частотой 2600 МГц. И 6 ядер энергоэффективных Cortex-A58 с частотой в 2000 МГц. Приятным бонусом будет 16 ГБ оперативной памяти, как у полноценных флагманов. Которые, кстати, можно расширить, добавив еще 20 ГБ, что я и сделал после распаковки. Встроенной памяти 256 ГБ, если его будет мало, то можно расширить. Это все дело карты и памяти. С таким железом это устройство будет тянуть все, что вы только захотите. Возможно, не на ультрах, но в качестве очень хорошем. Я даже не знаю, что нужно играть и запускать на нем, чтобы Hyper Sim Pro начал тормозить. И если у вас есть какие-то идеи, как можно нагрузить смартфон, кроме бенчмарков, конечно, то пишите в комментариях. И при обзоре следующих смартфонов я и потестирую ваши предложения. Как видим, игры тянет смарт без проблем, а за программой я вообще молчу. А вот еще небольшая информация из бенчмарка. Смотреть то, во что вы играете, вы будете на качественном современном дисплее. Диагональ матрицы составляет 6,6 дюйма. Выполнена она по технологии IPS. Имеет частоту обновления в 120 Гц и пиковую яркость на уровне 500 нит. Все эти характеристики говорят об одном. Это топовый уровень. Видео, которое я смотрел, красивые, яркие и приятные глазу. А если вам, например, нужно, чтобы дольше проработала батарея и вам не важна герцовка экрана, то вы всегда можете поменять герцовку на меньшую и продлите работу аккумулятора. Имейте в виду. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, в аппаратной части здесь установлена новая система Android 14. Система работает отлично, без лагов и нареканий. Обновление пришло сразу после запуска устройства и еще несколько обновлений в течение недели. Если вы ценитель разных фотографий и съемки видео на смартфон, то HyperSim Pro не подведет. Основной модуль камеры на 200 мегапикселей и в реальности снимает очень неплохо. В таком режиме стоит снимать лишь в хорошо освещенных местах, так как мегапиксели маленькие, нуждаются в большом количестве света, чтобы минимизировать шум. Если снимаете в недостаточном освещении, лучше воспользоваться обычным режимом фото, где вы получаете 13 мегапикселей, но с очень высоким уровнем детализации. Если же вы захотите снимать в полной темноте, такой вариант также есть, ведь 24-мегапиксельная камера для ночной съемки вместе с датчиками присутствует. Фронталка у нас на 32 мегапикселя, так что с селфи у вас вопросов также не будет. Видео снимать можно в 4К разрешении. Единственной ложкой дегтя может стать отсутствие нормальной стабилизации. Есть как есть. Примеры съемки видео будут в самом конце, как будет ночная съемка, так и обычная в 4К. Еще у нас есть такие приятные фишечки, как то, что Hyper 7 Pro работает с Wi-Fi 6, что очень классно. Также поддерживает работу 5G сетей. Bluetooth здесь 5.2. Есть в нем NFC. Боковая настраиваемая кнопка присутствует, настроить ее можно через меню настроек, как впрочем у всех смартфонов. Хороший сканер отпечатка пальца здесь. Срабатывает шустро и приятно. Питает всю эту начинку аккумулятор на 10800 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В комплекте нам положили блок на 33 Вт. И для полной зарядки устройства потребуется менее полутора часа работы. Комплектация, кстати, хорошая. В ней имеем смартфон, скрепку, блок, кабель для зарядки, ОТГ кабель и защитное стекло. В целом, довольно классный мужицкий такой телефон. Все, что нужно мужчине здесь есть. Даже фонарик смог удивить. Возможно, вес будет небольшой помехой. Хотя он, я думаю, не критичен. Думаю, что многие на вес устройства даже смотреть не будут, когда в нем такие неплохие характеристики по защите и начинке. Если вас смарт заинтересует, то имейте в виду, что самая низкая цена будет 220 долларов на распродаже с 19 по 25 августа. Так что запомните, за такой ценник гаджет более чем достойный. Жду ваши комментарии, как вам устройство, а также ставьте лайки, если ролик был для вас полезен. Увидимся, пока-пока. Итак, пошла съемка камеры ночного видения. Вон у нас улица. Вон открыли, видно все, что хотите. Вот у нас темный гараж. Камера ночного видения отрабатывает отлично. Без камеры тут кромешная тьма, я ничего не вижу. То есть двигаюсь чисто по камере. Вот можно посмотреть. Автофокус у нас отработал. Можно читать, грубо говоря, книгу. Можно читать надписи в кромешной тьме, когда вы ничего не видите. Ну и можно смотреть, куда хотите. Показываю подвал. Ну, в гараже и так тьма. В подвале, ну такая же тьма, только подвал. Вот, отработал автофокус, навелся. И показывает нам все, что происходит у нас в подвале. Хотя там, оу, блин, чуть не упал. Хотя там ничего не происходит. Ну, вот так. Камера ночного видения. Так, снимаем на селфи камеру. Снимает в разрешении 1920х1080. Солнце светит, вообще жесть. Ну, видно отлично. Охо, быстро, спасибо. Вот так снимает. И вижу фиксацию на лице. Селфи отлично снимает. Отлично. Особо не вижу, что вам показать. Думаю, кому интересно и так понятно, как снимает камера. Ну, вот у нас снимает нам против солнца. Солнце освещает мое лицо. Ну, видите. Очень сильно освещает. Вот так солнце будет сзади. Селфи камера. Смотрим переднюю камеру. Так, снимаю передней камерой в 4К. Снимаю он в гараж. В гараже, внутри гаража. Потому что на улице, ну, что там вам показывать. И там много света. В гараже, например, у меня только вот тут два светильника. И вот тут два светильника. То есть, четыре светильника. Автофокус ловит отлично. Как вы видите. Вот. Даже вот этого чувака. Не знаю, чей-то бюст. Даже камера ловит лицо. Как будто, ну, то есть, фокусируется на его лице. Не всегда. Не всегда. Вот сейчас фокусируется. Короче, прикольно. Вот еще так покажу. Значит, на передний экран видео не выводится, а фото выводится. Если вам нужно сделать фото, то вы можете его сделать с помощью задней камеры. И будете видеть на заднем дисплее свое лицо. Вот я так еще сделаю. Не знаю, может, камера не фокусируется на лице. Сейчас должна фокусироваться. Как-то так. В 4К снимаю. Я вот смотрел, делал тестовые фотографии, видео, вернее, ну и фото. Ну, слушайте, довольно круто. Хорошо снимает. Отлично, отлично. Как-то так.